Итак, уважаемые, очередное видео. Это для тех, кто очень интересуется, как кушать мед и какие профилактические методы для разных болезней, какой иммунитет вырабатывается у человека. Это было проверено в России, в Советском Союзе и написано в журнале 1958 год. Если у вас есть какие-то заболевания, обычно у стариков, обычно заболевания, и сейчас не только у стариков, и у молодых, то есть здесь некоторые, так сказать, примеры, когда лечили людей тем или иным заболеванием. Итак, послушаем. Лечение медом, профилактическое лечение медом. Итак, лечение меда применено также при заболеваниях желудка с высокой кислотностью и низкой или пониженной. Это гастрит и язва. А тут конкретно написано, так называлась разновидность кислотность, когда повышенная, пониженная. Так, например, если принимать мед за 1,5-2 часа до еды, то он угнетает выделение желудочного сока. И наоборот, при приеме меда непосредственно перед едой, он стимулирует выделение желудочного сока. То есть, если за 2 часа до еды, желудочный сок прекращается. То есть, если вам хочет кушаться, а вы за 2 часа до еды приняли мед, желудочного сока не выделяется. Выделяется только в меньшем количестве. А если перед едой, то он наоборот выделяется. Употребление водного раствора меда в теплом виде способствует разжижению слизи в желудке и быстрому всасыванию одновременно снижением избыточной кислотности. То есть, если у вас повышенная кислотность, вам непосредственно надо употреблять в теплой воде раствор меда, растворенный. Наоборот, медовый водный раствор в холодном виде повышает кислотность. Если у вас пониженная кислотность, то вам нужно мед в холодной воде растворять. Мед легко растворяется в холодной воде. Это такой продукт, который и в теплой, и в холодной. Поэтому не переживайте, сразу ложите мед и размешивайте. Немножко дольше будет растворяться, потому что теплое всегда быстрее. Но он растворяется. Дальше читаем. Холодный водный раствор меда раздражает кишечник, а теплый не раздражает его. Применение меда при колитах как бы регулирует деятельность кишечника и дает хорошие результаты. Мед оказывает также благотворное лечебное действие при заболеваниях печени и желчных путей. Приведем пример. Это особо важно. Печень очень трудно лечится. Запомните. Очень трудно лечится. И если вы употребляете мед, то это поможет вам вылечиться и избавиться. Больной КСВ сокращенно заболел гепатитом, воспаление печени. Ввиду резкой слабости, частой рвоты и боли в области печени ему был предложен постельный режим. Строгая диета и предписано медикаментозное лечение. Однако все это не оказало должного лечебного эффекта. Этот больной решил лечиться медом, старинным средством народной медицины. Вскоре у него исчезла желтуха, прекратились боли, и он почувствовал себя здоровым и работоспособным. Для быстрого и хорошего эффекта лечения меда при заболевании печени и желчных путей больной должен сразу же после приема меда лечь на правый бок минут на 20-25. Называется Эд Артель. Эд Бауэр рекомендует лимонный сок в сочетании с медом и оливковым маслом как хорошее средство при болезнях печени и желчного пузыря. При заболевании сердца мед является также полезным средством, так как сердечная мышца для своих сократительных движений нуждается в глюкозе, а ее много содержится в меде, как мы уже говорили вперед в предыдущих видео. Профессор Голомб в течение двух месяцев давал ежедневно своим больным в среднем по 70 граммов меда. Ну это приблизительно, я вам скажу, столовая ложка 20 граммов, это значит 3 столовые ложки с половиной меда. Каждодневно. До 5 ложек врачи рекомендуют, я читал другую литературу, человек спокойно и проблем у него не бывает никаких. То есть не перегрузка. В результате он отметил, что у всех пациентов улучшилось состояние, нормализовался состав крови и повышался сердечно-сосудистый тонус. То есть сердце нормально работало. Известно немало случаев, когда люди, страдавшие сердечно-сосудистой недостаточностью, с большим эффектом принимали водный раствор меда вместо внутренних вливаний. Мед свободно усваивается через кожу, через кровь. Если мед намазать на руку или на больное место, он усваивается и дает питательные вещества или рану намазать. Он сразу усваивается через кожу и сразу усваивается в кровь. Дальше читаем. Учительница Савинова Удмуртской ССР 1934 года страдала пороком сердца. Амбулаторное, затем стационарное лечение не давали терапевтического эффекта и больная вынуждена была оставить работу. В 1947 году, после пятимесячного пребывания в больнице города Ижевска, Савина была выписана домой как безнадежная больная. Однако, руководствуясь одной из статей о лечебных свойствах меда, опубликованных в журнале «Пчеловодство», больная стала энергично лечиться этим старинным средством. В результате Савинова уже через два месяца потребление меда почувствовала себя бодро и стала вставать в кровати. Убедившись в лечебных свойствах меда при заболевании сердца, супруги Савины приобрели два уля с пчелами, чтобы обеспечить себя медом. Через год товарищ Савинова почувствовал себя совершенно здоровой и могла совершать пешком прогулки на расстоянии до 20 километров. И в 1956 году, уже в 53-летнем возрасте, она сообщила, что работать не только по хозяйству, но занято и общественной работой является председателем уличного комитета. Вот смотрите, вот такие результаты, которые человек долго болел. Дан Цису, Латвийской ССР, страдавшему сердечно-сосудистой недостаточностью и другими заболеваниями, лечащий врач порекомендовал внутривенное вливание раствора глюкозы. Однако, вместо инъекции глюкозы больной стал употреблять внутрь мед. Это оказалось более удобным, так как ему не нужно было прибегать к помощи медицинского работника. Последние годы мед стал употреблять так же, как для лечения гипертонических болезней. В меде содержится эцетихолин, обладающий свойствами снижать кровяное давление. Хороший эффект при гипертонической болезни дает лекарство, составленное из сока овощей в сочетании с медом. Как мы уже говорили, сока овощей или фруктов дает фруктозу, а овощей не знаю. Это средство готовится следующим образом. Смешиваться стакан сока столовой свеклы, стакан морковного стока, стакан сока хрена. Чтобы получить сок необходимый тертый хрен, настаивать на водке в течение 36 часов. Сок одного лимона и стакан меда. Хранить в прохладном месте, лучше в холодильнике. Принимать по столовой ложке 2-3 раза в день. Ряд авторов, Раф, Артель, Баур, это какие-то эти самые, ну, не русские, а, по-видимому, немецкие, советуют бронхиальную астму лечить растворенным в воде медом. То есть, если задышка, астма. А также чаем из глухой крапивы с медом. Ну, это, видите, профилактическое лечение. Оно сразу не дает эффекта. Но если в длительном режиме, как я вот пчеловод употребляю годами, иммунитет очень хорошо выработался. Этой категории больных рекомендуется принимать по чашке водного медового раствора или чай из крапивы с медом утром и вечером. Чилиный мед оказывает целебное действие при некоторых нервных заболеваниях. Установлен, например, что он является лучшим лечебным средством при бессоннице. Как я уже говорил, что он является хорошим. Стакан медовой воды, одна столовая ложка меда в стакане теплой кипяченой воды, выпитой больным вечером за час-полтора до отхода ко сну, обеспечивает ему спокойный сон. Это в 100% работать я испытал на собственном своем организме. Мед в сочетании с рыбьим жиром нашел широкое применение в хирургической клинике. Было установлено, что при вяло заживающих ранах мед стимулирует рост здоровой ткани. Вот, если у кого-то долго не заживающие раны, можно его использовать. Заслуженный врач Украинской ССР Будай на протяжении многих лет с большим эффектом для лечения долго не заживающих ран и язв применял масть следующего состава. Меда пчелиного 80 граммов, рыбьего жира 20 граммов и ксероформа 3 грамма. Очень простейший рецепт. Рыбий жир и мед уже будет работать. И Вахненко с успехом применял эмульсию из меда и жира при лечении термических ожогов. Мед и жир, эмульсия, и это эмульсия, ожоги, так сказать, обрезывали и получалось этой пеной, так сказать, если это эмульсия, это пена. Важную роль играет пчелиный мед и в лечебной косметике. Доказано, что так называемые медовые маски, состоящие из чистого меда или смесь его в разных частях с яичным желтком, в равных, в равных частях. И сметаной укрепляют и смягчают кожу. То есть, если одна ложка меда, одна ложка яичных желтков и одна ложка сметаны. Это очень легко, это давно я уже исследовал, читал, это правильно, не говорят. Это такой состав, если вы мажете на лицо, маску делаете, то ваше лицо, как говорится, принимает хорошие питательные вещества. Мы с успехом применяли медовую воду. Одна столовая ложка меда на два стакана теплой воды, которая хорошо питает кожу и делает ее нежной, барготистость, слегка сглаживая морщины, шероховатости. Лучше мыть лицо медовой водой и замалюрована таза вечером в течение 5-7 минут, а затем смывать ее теплой водой без мыла. Вот. Ну, если у вас очень много меда, можете и купаться в меде. Ваша кожа будет 100% очищена, потому что мед имеет свойство антибактериально. Он убивает все бактерии с кожи. В послеоперационном периоде, в частности, после челюстно-лицевых операций, приходится принимать особую диету. В этих случаях пища должна содержать достаточное количество калорий и одновременно способствовать заживлению раневой поверхности. В таких случаях полностью себя оправдал пчелиный мед. Его дают больным в настой шиповника с сыром, соки и ягод, фруктов и овощей. Жидкий мед смешивать с яичным желтком, тертым сыром, сливками и так далее. При выборе меда, как лечебного или диетического средства, следует учесть, что каждый сорт меда отличается не только органолептическими свойствами, то есть цвет, аромат, вкус, но и своими химическим составом и лечебным свойствам. Так, например, гречишный мед содержит значительно больше железа, чем другие сорта меда. И поэтому он широко должен применяться при лечении малокровия. Наоборот, липовый мед обладает свойством вызывать сильную потливость и спарину, поэтому его применяют при простудных заболеваниях, придерживаясь постельного или комнатного режима. Мед особенно полезен для детей, как ценно диета-лечебный фактор, поэтому следует настойчиво рекомендовать введение его в детский рацион и всем родителям. Интересно, что когда детям, страдающим дизентерией, давали диссульфан с медом, микробы, вызывающие это заболевание, исчезали в выделениях из кишечника через сутки, а когда ограничить с одним диссульфаном, через пять суток. Мед дает лучшие результаты, если его принимают в растворенном виде. Употребляемый с хлебом, молоком, кашами, фруктами, он улучшает их вкусовые качества, повышая калорийность и усвояясь в пище. Мед может заменить сахар при приготовлении муссов, киселей, компотов, витаминов, витаминных и других напитков. Необходимо стремиться, чтобы мед был ежедневно на обеденном столе каждого взрослого и являлся составной частью детского питания. Во всех случаях необходимо соблюдать указания врача о дозе и применении времени приема меда с лечебной целью. Ну, приблизительно до пяти ложек вы можете употреблять. Ну, желательно хотя бы ложку-две. Ну, я употребляю его как хочу. Бывает две ложки, бывает четыре ложки, а бывает пять. Ну, непосредственно. Иногда кушаю с хлебом, таким крепким хлебом, как бублики такие, чтобы крепкий хлеб или чтобы он не раскрашивался. С таким хлебом кушаю мед и запиваю холодной водой. То есть в разных ситуациях кушаю его с гречкой, наливаю молока, отваренная гречка и пару ложек холодной делаю. Хотите у кого теплый, ну, как я уже прочитал, то можете подогреть теплое молоко и опять он размешивается. То есть кому какое нужно, вы можете использовать с сериалами и с рысом, и с крупами, отваренными кашами с молоком. Вы можете это размешивать и кушать. Это очень хорошее. Употребляйте, даст Бог вам здоровья, будете жить долго и радостно. Удачи, до встречи, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!